Наступление украинской армии заканчивается и выдыхается. Российская армия с военной точки зрения должна будет начать наступление в течение ближайших недели, две, три. Подбогатые страны, НАТО, такие возможности. НАТО не в состоянии дать Украине то количество и качество оружия, которое необходимо Украине в этой военных действиях, потому что на Западе его нет. Агрессивная риторика и политика Украины только добавляет масла в огонь. А президент Польши отказался встретиться с Зеленским на ассамблее. Он говорит, а я твою рожу видеть не хочу. Пшел вон холоп. Яков Василович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. У людей, которые не слишком хорошо знакомы с ситуацией на фронте, может сложиться впечатление, что особых продвижек там нет ни в одну сторону, ни в другую. Потому что погода наверняка внесет свои корректировки в темпы и интенсивность боевых действий. Как вы считаете, как изменится ситуация на поле боя в Украине этой осенью? Ну, во-первых, обстановка, она динамичная. А динамика заключается в том, что сейчас уже последние этапы украинского наступления, которые, по всей видимости, заканчиваются полной окончательной неудачей, потому что ни на одном участке, где они пытались наступать, они даже не вышли на первую линию укрепления российской армии. И бросив в бои последние резервы, которые истощаются с каждым днем, причем количество потерь только убитыми, оно исчисляется от 500 до 1000 человек в день в среднем. Не говоря уже о технике. Такими темпами украинская армия окончательно потеряет способность к каким-то активным действиям в течение, вопрос, нескольких недель. Не до дна, а две, максимум три. Это видно по тому количеству атак, которые уменьшаются, по их интенсивности, по использованию техники. По всем законам военной науки, обычно, когда истощается наступление противника, если у другой страны есть достаточно резервов, а у России есть достаточно резервов, она почти их не вводила в бой, тогда на последних этапах наступления противника до того, как он переходит к организации обороны, а уже есть признаки, что украинские войска хотят начать переходить к организации обороны, в этот момент начинается контрнаступление другой стороны, для того, чтобы не дать противнику достаточно укрепиться на своих позициях и использовать этот момент. Сейчас мы находимся в этом моменте. То есть, по всей классике военного искусства, наступление украинской армии заканчивается и выдыхается, российская армия с военной точки зрения должна будет начать наступление в течение ближайших недели, две-три. Условия, погодные условия не играют никакой роли на данном этапе, по крайней мере, в течение еще месяца-двух. Все это исходя из военной ситуации, но поскольку армия обычно действует в рамках и политического руководства, и для достижения политических целей, то основной вопрос, который есть первый, пойдет ли российское руководство на то, чтобы начать это наступление, хотя армия к этому готова и организовываться. Исходя из того, что, может быть, сама угроза наступления и новых успехов российской армии приведет противоположную сторону, и в данном случае мы говорим не о самостоятельном решении Украины, поскольку Украина не является суверенным, независимым государством, а теми, кто управляет Украиной и военной веществе, то есть Соединенными Штатами, пойдут ли они на переговоры сейчас для того, чтобы не потерпеть еще большее поражение. И это основной вопрос. Первый. Если да, тогда возникнет второй вопрос. Насколько российская армия будет успешна в своем наступлении? Она доказала, что в обороне она хорошо умеет обороняться. И насколько украинская армия выдержит это наступление? Эти вопросы чисто военные. И зависит от того, насколько и как каждая сторона будет использовать те преимущества, которые у нее есть. Объективно, исходя из состава вооруженных сил России, их количество, качество и подготовки, российская армия при начале наступления должна будет добиться хотя бы оперативных успехов и продвинуться на тех участках, где будет выступать, еще дальше на запад или на север, если мы говорим о южном направлении. И все будет зависеть от того, насколько украинская армия выдержит это наступление. Потому что, опять-таки, с чисто военной точки зрения, самое сложное в военных действиях это оборона. Выдержать оборону. Выдержать оборону, отступая, это самый сложный вид военных действий. И очень часто просто оборона может рухнуть на том или ином участке. Это бывало ни раз, ни два. И в тех войнах, с которых я участвовал, и которые я знаю. Насколько я вас понял, тут должна быть совокупность двух факторов. То есть, готовность России пойти в наступление и отсутствие готовности у Запада к переговорам. И если совокупность этих двух факторов вдруг совпадет, то как вы считаете, в каком направлении будут наступать российские войска? Если будет наступление российской армии, то в сущности есть два основных направления, которые предписывают и география, и топография, и военное положение. Как основные цели, какие основные цели могут стоять перед российской армией? Одна основная цель обеспечить безопасность Крыма и снять угрозу на южном участке того, что в тот или иной момент Украина вернется к попытке наступления, чтобы перерезать сухопутную дорогу на Крым, то есть выйти к Мариуполю и к Берненску. Для этого Россия должна наступать на южном участке и это наступление должно быть направлено в первую очередь для полного освобождения Запорожской области, выход в Днепропетровскую и в Николаевскую область. Второе, то, что требуется от российского выхода в Днепропетровскую область, городу Днепропетровску Крымому Рогу, он отрезает многие пути снабжения и заходят в тыл украинской бюрокровки на левом побережье Днепра, вход в Николаевскую область и к Николаеву он отодвигает украинские силы от возможности когда-нибудь организовать наступление, он дает большую безопасность Запорожской атомной электростанции, которая обстреливается в основном из района Никополя. Другая проблема, которая другая оперативно-стратегическая задача, которая стоит перед российскими войсками, это для обеспечения безопасности Крыма и Черноморского флота необходимо овладеть Черноморским побережьем Украины. То есть лишить возможности Украину оказывать какие-нибудь операции против Черноморского флота или проводить обстрел сегодня или завтра Крымского полуострова со стороны территории Украины. То есть тогда необходимо овладение Николаева и в обход Николаева выход на Одессу и выход к Приднестровью. Тем самым лишив Украину выхода к Черноморскому побережью и обезопасив полностью и флот и Крымский полуостров. Второе направление которое отписывается это устранение угрозы обстрелов России и диверсионных актов со стороны Украины на украинско-российской границе в районе Корска Белгородской Брянской области. То есть это требует минимум овладения Харьковской и Сумской области и возможно частичная и полная Черниговская. Тем самым Россия обеспечивает большую безопасность своим приграничным если говорить о границе между Россией и Украиной городом и отодвигает украинские силы за Днепр выбрасывая за Днепр. Понятно что обладение вход в Харьковскую область и в Днепропетровскую он практически означает выход российской армии к Днепру и обладение полное левобережной Украины Полтавская область не играет такой роли но она не сможет удерживаться и нет смысла его держать то есть практически два направления одно северное для владения левобережной Украины второе южное для безопасности Крыма и устранение угрозы Черноморскому флоту тут есть еще одна деталь я не знаю насколько она будет стоять как оперативная цель овладение Черниговской области и выход к Днепру это означает овладение левобережным Киевом то есть там ничего нет то есть вопрос брать Киев не брать и как и что делать он может стоять чисто оперативно исходя из-за положения на фронте если только это не будет поставлено с политической точки зрения как задача наступления то есть взять Киев вот такое развитие такое направление развития смысл этого если это удастся российской армии то потеряв левобережную Украину и потеряв Черноморское побережье Украина лишается возможности какого-нибудь суверенного существования как государства то есть она лишается всех промышленных районов всех сельскохозяйственных районов теряет огромное количество территорий и тут входит в дело будет решать очень много демографических фактов сегодня на Украине около 20 миллионов населения под властью киевской власти наступление российской армии и ее успехи приведут к двум результатам первое часть населения просто убежит на запад когда российская армия продвигается на запад то первые кто побегут это те кто больше всего кричат о самостоятельной западенской Украине и впереди всех будет Львовская область ну и понятно всех их поддерживающих которые будут поддерживать большинство тех которые поддерживали киевскую власть вторая часть населения будет останется на территории которая будет российской армии то есть в данном случае вполне вероятно что на оставшейся территории даже если Россия не продвинется останется где-то менее 10 миллионов человек то есть это будет недееспособное самостоятельному существованию государства менее 10 миллионов человек без промышленности без сельского хозяйства без выхода к морю окруженная почти со всех сторон Россия Белоруссия и небольшой только кусочек Венгрия и Румыния Молдова ну и много больше и все то есть это неспособное это не дееспособное государство ну независимо от того в какой мере это является целью российского наступления и российских властей но таков может быть результаты об этом не раз предупреждал и президент России и другие руководители что развитие событий может привести к тому что Украина не будет неспособна продолжить свое существование как независимая государство вот это вот оперативное решение о наступлении на Киев которое может быть принято оно ведь продиктовано еще и изначально заявленными целями спецоперации то есть деноцификации и демилитаризации потому что вот это вот бандеровская верхушка она ведь именно в Киеве и сосредоточена это зависит как это будет рассматривать опять-таки российское практическое руководство понятно что деноцификация означает устранение нынешнего майдановского режима устранение этого режима может идти двумя способами первое если туда войдет российская армия второе если представители этого режима режим настолько ослабнет и люди начнут убегать что произойдет политические изменения и к власти придет другие силы которые если они вообще есть на Украине и дееспособны это тоже вопрос ответ на это пока был отрицательный но он не абсолютный потому что будущее покажет но опять-таки война это такая вещь что у нее есть своя динамика развития событий и один из сценариев я скажу если фронт и противник его войска убегают и он теряет власть на этих районах тогда даже если это не была военная цель туда надо ввести войска потому что не может быть население без власти с анархией люди должны получить защиту физическую людям надо обеспечить их существование то есть канализация вода все городские службы здравоохранения даже питание то есть есть такие ситуации когда продвигаются в область не потому что это была военная цель а просто потому что там власть рухнула люди убежали надо как-то наводить порядок а устранение нынешней власти на Украине это непременное и основное условие для того чтобы выполнить понятие деноцификации не может власть которая установила про нацистский режим нельзя полагаться что она проведет сама деноцификацию это голная глупость так что две проблемы которые могут решаться в результате этого наступления первая деноцификация вторая демилитаризация демилитаризация означает уничтожение украинской армии способности когда-либо восстановиться независимо ни от какой помощи и составлять угрозу России предоставляя свою территорию для иностранных государств и используя свою армию и иностранную армию для угрозы для России то есть это опять-таки предписывает войти на эти территории и физически уничтожить возможность возникновения такой опасной для России с военной точки зрения ситуации в последнее время заметил да и вы наверное тоже заметили что и Зеленский и в принципе другие высокопоставленные чиновники киевского режима говорят о том что западной помощи им не достает с одной стороны это может быть попытка оправдаться за вот этот широко разрекламированный контрнаступ который по итогу они провалили а с другой стороны это может быть и усталость самих западных стран помогать киевскому решему как вы считаете как скоро запад перестанет вливать средства и оружие в эту воронку под названием Украина вопрос немножко по другому стоит запад был бы рад завалить Украину новым оружием и намного больше и обучить новые подразделения и части украинской армии к ведению войны он не может у него нет возможности оказалось что несмотря на все оценки гороспециалистов которые говорят вот запад богатый запад богатые страны НАТО такие возможности НАТО не в состоянии дать Украине то количество и качество оружия которое необходимо Украине в этой военных действиях потому что на западе его нет оказывается что западные армии вооруженные довольно старым примитивным оружием производить новое в достаточных количествах надо перестраивать военную промышленность и это займет годы а сегодня этого нет танки которые они поставляют они не могут поставлять танки отвечающие современным требованиям они должны даже с того небольшого количества танков которые отвечают более или менее современным военным стандартам снимать это оборудование как например американцы делают сабар и количество этих танков оно измеряется десятками с каждой стороны когда Украина в боях теряет сотни танков и необходимы у запада нет возможности просто поставить эти вооружения и в этом Зеленский прав вы не даете нам то что необходимо но с другой стороны запад может дать то что у него есть то чего у него нет он не может дать и поэтому заявление военных руководителей мы уже поставили из наших вооружений то что мы можем наши мы не можем оголять нашу армию и решать наши армии вооружения то есть это чисто объективная реальность решение этой проблемы запад видит затягивание военных действий в надежде перевести военные действия в состояние войны на истощение которая по их замыслам должна истощать российскую армию нанося все большие потери перенапрягать российскую экономику и производство в надежде на то что через год-два западная экономика военно-промышленный комплекс смогут поставить украине достаточное количество необходимых вооружений как бронетанковых так и артиллерии другая проблема которая запад о которой говорит но она не решаема с точки зрения запада это решить проблему воздушного превосходства России для этого надо резко усилить систему противовоздушной обороны и запад не может этого сделать у него нет достаточного количества и качества средств для этого другое дело дать Украине возможность создать военно-воздушные силы у запада тоже нет те количество и качество самолетов которых они говорят и география Украины превращают и те типы самолетов которые говорят делают эту задачу невыполнимой потому что самолеты сегодня реально говорят только об одном самолете это F-16 ну я отлично знаю что это такое F-16 мы используем их уже много лет F-16 был задуман как легкий истребитель дальше по мере развития он больше стал как штурмовик для фронтовой атаки потому что в воздушных боях он резко уступает всем современным истребителям и и наша армия американская армия в качестве истребителей их не использует против туземцев можно но в данном случае это может быть не как тот тот или иной бомбардировщик фронтовой и он не может противостоять воздушным боям ни российским истребителям ни сухой 30 ни сухой 35 а даже сухой 34 в воздушных боях хотя он не является истребителем может иметь преимущество второе самолет сложный самолет сложный один час полета требует 16 часов работы всего технического персонала 16 часов при условии когда есть достаточное количество и качество запасных частей и материалов они находятся в хорошем состоянии их можно немедленно использовать для этого нужны отличные аэродромные службы и нужно хорошо организованные военно-воздушные базы при условиях когда в России воздушное превосходство и ракетные вооружения крылатые ракеты и ракеты с самолетом могут делать на территории Украины что угодно это почти невыполнимая задача вывести военный аэродром из строя чтобы он не мог функционировать это очень и очень легко это очень чувствительная система а третье на Украине нет достаточно летчиков и не может быть сегодня чтобы подготовить хорошего летчика во-первых это стоит порядка хорошего летчика стоит порядка 10 миллионов долларов до того когда он начинает только летать в полку или в эскадрилье это занимает обычно минимум 2-3 года тогда он только начинающий летчик для того чтобы управлять звеном четырех самолетов или быть ведущим это надо еще 1-2-3 года боевого опыта для того чтобы командовать эскадрильей намного больше на Украине нет такого количества то есть то есть Украина не может выставить достаточное количество летчиков достаточное количество технического персонала неопытные летчики это значит сбитые самолеты чем менее опыта летчиков тем меньше тем больше у него шансов погибнуть российские летчики намного более опытные тогда Украина стоит перед сильнейшей проблемой взять наемников в качестве летчиков это возможно да они могут нанять бывших летчиков из европейских стран которые достигли хорошего уровня при управлении самолетом даже часть из европейских летчиков которые не имели опыта уже американских и других полета на F-16 переучить его с европейских самолетов Airfighter или Тайфуна на F-16 других это не такая трудная работа то есть тогда надо будет перейти что основной континент как технического персонала так и летчиков будут иностранцы это немножко повысит шансы но потери среди них будут катастрофические вот такая ситуация с возможностями запада как-то улучшить военное положение в Украине реально шансов на это нет мне вот вспоминается этот случай когда в Украине пытались набрать летчиков которых потенциально могли бы обучить управлению F-16 но проблемой стал языковой барьер по-моему если не ошибаюсь на всю Украину лишь около 10 человек набрались для вот этого потенциального обучения управлению истребителями ну во-первых нашлось 10 человек которые сносно знают английский во-вторых я не знаю насколько они могут быть хорошими летчиками потому что по-нашему только часть из тех которые начинают курс летчиков заканчивают это сложно или идут на компромисс с качеством такая ситуация так что и 10 летчиков они не делают погоды это даже не эскадрилья потом одно из наших преимуществ у нас на один самолет есть 2-3 летчика то есть самолет садится летчик отдохнет это не так легко управлять самолетом в бою то есть когда есть достаточное количество летчиков способность использовать каждый самолет лучше мы наша способность на одном и том же на самолете мы производим примерно в разы больше вылетов на каждый самолет чем наши противники а это решает все то есть если можно провести не 50 вылетов а 200 при том же количестве самолетов это все решает это как будто то есть практически нет украины возможности создать какие-нибудь сносные военно-воздушные силы без использования наемников как в качестве летчиков и еще больше в качестве технического персонала там язык и все остальное и навыки играют гораздо большее значение еще раз повторяю час полета F-16 16 часов аэродромной службы если она работает грамотно правильно и всем обеспечено если есть проблемы то и больше вы ранее сказали что запад он не способен производить военную технику в тех количествах которые требуются Киеву об этом же говорил к слову и Владимир Владимирович Путин когда речь шла о поставках боеприпасов с объединенным ураном то есть речь шла о том что американцы поставляют именно такие боеприпасы просто потому что в них наблюдается нехватка обычных снарядов качество ограничивается потери техники перехода военных секретов в Россию количество это способностью их промышленности производить и структура их производства надо понимать что вся военная промышленность на западе она частна и в отличие от России когда можно позвонить директору завода и говорит что тебе надо увеличить производство в три раза а на западе они говорят дайте нам заказ на пять лет если не заказ на пять лет мы не будем перестраиваться мы не можем дать вам самолеты и снаряды увеличить производство только на один год для нас это другие затраты то есть американская военная промышленность западная военная промышленность она работает по принципу Кост Плюс она должна покрыть свои расходы и заработать а это невозможно без долгосрочных заказов а долгосрочные заказы трудно давать министерству обороны потому что ему тогда надо обеспечить под эти заказы долгосрочный бюджет а бюджет только на один год и вот очень много сейчас шло трений до увеличения производства они говорят да мы дадим мы увеличим производство в два раза ну дайте заказ на 5 лет из-за нехватки боеприпасов они поставляют приняли поставлять кассетные кассетные бомбы и кассетные снаряды потому что обычных снарядов у них не хватает нет а снаряда с обедненным ураном это совершенно другое это противотанковый снаряд бронебойный то есть для того чтобы бронебойный снаряд был более эффективный и пробивал современную броню наконечник должен быть тяжелее самый тяжелый элемент в мире это уран самый тяжелый металл поэтому туда вставляет уран обедненный то есть это не оружейный уран из которого делают ядерное оружие это другой затоп урана 235 который или 238 который не обладает радиоактивностью но что происходит при попадании этого наконечника этого снаряда в цель от того что происходит часть изотопов становится радиоактивной и вот эта проблема хотя это мизерная но если использовать большое количество таких снарядов то происходит заражение почвы или атмосферы но противотанковых снарядов их немного противотанковых снарядов немного и используются они против танков они не используются против других целей потому что они очень дорогие это бесполезно поэтому снаряды с обедненным ираном это противотанковые снаряды которые поставляются если говорить о Бабрамсе или о Леопардах или если будут еще поставлять челленджеры я не уверен им нужны эти снаряды против преимущества России в танках против танков это не общее то есть да это имеет какое-то значение психологическое моральное может быть морда несет ущерб но это не основной вид оружия который решает то что произойдет потому что больших серьезных боев против танков против танковых сражений не было и большинство танков которые были поражены они были поражены не танковыми противотанковыми снарядами бронебойными а ракетами ракеты того или другого противотанкового действия которые более эффективны были в той тактике боев которая применялось. Танковых сражений пока не было. То есть не было достаточного количества танков с той стороны, которые могли бы применять противотанковые заряды против российских танков. Вот этот вопрос о возможной усталости западных стран от украинского конфликта, он вообще почему возник? Некоторые страны запада сейчас будут вынуждены заниматься своими внутренними проблемами. Та же Польша, где готовятся к предстоящим парламентским выборам, и партия ПИС, правящая партия права и справедливость наверняка будет пытаться удержать власть. Военные действия, они всегда являются испытанием для государства. И чем больше они в них задействованы, тем больше другие системы государства показывают свою способность действовать и быть эффективными именно в такой обстановке. политическая атмосфера, она является производной от этого. И понятно, что неудачи, которые становятся все более и более явны, Украины и поддержки Украины, несмотря на колоссальные вложения денег, они обостряют и усложняют политическую обстановку во всех странах Запада. А экономические проблемы, которые возникли из них из-за попытки сломать экономику России с санкциями, больно бьют и по их экономике. И это приводит в этих странах к напряженной обстановке внутрополитической. В Польше сегодня перед выборами, да, это серьезная проблема. Популярность правящей партии упала до невероятного минимума и вряд ли она сможет достигнуть тех результатов, которые позволят ей сохранить свою власть или участвовать в будущей власти. Поэтому она пытается что-то сделать, как-то вести. И неразумная, наглая, абсолютно агрессивная риторика и политика Украины только добавляет масла в огонь. Вот последний пример, который, последний час. А президент Польши отказался встретиться с Зеленским на районной ассамблее. Он говорит, а я твою рожу видеть не хочу. Пшел вон холом. А Украина решила забросать Польшу яблоками. Мы ваши яблоки не возьмем. Но это небольшой удар по Польше, сколько там Украина берет яблок. Но удар по польскому сельскому хозяйству из-за украинского зерна он намного больше. А польские фермеры должны голосовать. А их больше, чем садоводов с яблоком, которые пострадают от того, что Украина будет меньше брать яблок. Вот и все. Ничего другого. Только экономика, деньги. Западные страны, которые стоят на принципе прибыли и прибыли и прибыль превыше всего, они в этой обстановке, особенно в военной обстановке, когда они должны напрягать свои экономические военные усилия, они испытывают проблемы. И проблемы становятся все больше и больше. И они усиливаются по мере поражений или неудач на фронтах Украины. Глядя на поляков, вообще складывается впечатление, что они впереди всей Европы пытаются угодить Соединенным Штатам. Вот ранее тот же Дуда сказал, что победы во Второй мировой войне не было бы без участия американцев. То есть вот такой типичный пример польского лизоблюдства перед США. Ну, ложь и цинизм и подлость пропаганды нынешней польской власти, она безгранична, но она в традициях, совершенно в тех же традициях старой панской Польши. И как эти паны так и были, так и остались. Другое дело, это является выражением того, как нынешняя власть видит будущее Польши. То есть можно основывать государство на каких-то конструктивных понятиях, положительных, развивать экономику, сельское хозяйство, что-то другое, как это было раньше, как, например, Финляндия в свое время развивалась за счет Танаршина, была посредником между Советским Союзом и Западом. А можно построить это то, что решили в Польше, это то, что решили на Украине, то, что решили в Прибалтике. Основа существования государства, что мы будем базой против России. И вот Польша сегодня поставила стратегическую задачу стать основной вооруженной силой в Европе, направленной против России, самой эффективной армии и территория, которая предоставляется для атак на Россию. И вся ее политика и экономическая, и международная идет к тому, вот мы, мы, мы будем самой вашей верной, самой лучшей базой против России. То есть на вражде к России, на обострении отношений к России они строят базу с моего государства и его будущего. И этим объясняется и их риторика, и их ложь, и их попытка убедить свое население. Но это деструктивно. На ненависти государство не строит. На враждебности государство не строит. На отрицании кого-то государство не строит. Так строили нацист, нацистскую Германию на отрицании неарийцев, на решение проблем. Польша сегодня ставит вопрос, вот избавимся от России и от русских, и это будет решение всех проблем. И во многих странах Прибалтики тоже есть поддержка. Но это то же самое, как было в нацистской Германии. Избавимся от евреев, и все мировые проблемы будут решены. И еврейская угроза Германии будет устранена. Ведь немцы в 45-м году, когда вошли в Германию, одно из вещей, которое многих удивило. А немцы искренне верили, что евреи выражают Германию. И что война началась, и потому что евреи хотели уничтожить Германию. В это верили все немцы, убедили их. Сегодня тот же самый процесс. Россия источник всех зла. Уберем Россию, победим Россию, и тогда решатся все ваши проблемы. Потому что все ваши проблемы, все ваши горести только из-за России. То же самое. Один раз это не удалось, и сейчас это не удалось. И сейчас это руки, потому что это неконструктивная база. Но для этого надо полякам получить как можно больше оружия, как можно больше денег, и поддерживать свою экономику, чтобы их субсидировали, потому что они на острее вражды к России, и самая близкая страна к России. Вот и все. Очень просто. Опять в базе только деньги, ничего больше. Дайте нам денег за то, что мы будем ругать и угрожать Россию. За это мы будем жить. Так попытались жить, и пытаются до сегодняшнего дня и прибалтийские страны. Когда говорят Россия, русские имеют в виду и белорусов тоже. Белоруссия рассматривается только в двух состояниях. Или Белоруссия в качестве майдановской Украины, и тогда она хорошая, белая и пушистая и может делать что угодно, или она вместе с Россией. И тогда все наши претензии и вся вражда и вся попытка по отношению к России переходит автоматически на Белоруссию. Но у Белоруссии теперь есть ядерное оружие. Во-первых, против Польши не надо ядерного оружия. Это не против Польши, это против НАТО. Хотя Польша в НАТО это не... При всем их уважении и попытке пыжиться, нет в территории Польши объектов, которые достойны применения даже тактического ядерного оружия. С другой стороны, ядерное оружие есть на территории Белоруссии, но не Белоруссия сама может пользоваться ядерным оружием, а только вместе с Россией. Это правильно, это гарантирует. Но это на случай возможной атаки против Белоруссии со стороны НАТО. Возможной атаки не только против Белоруссии, а против России и Белоруссии. я еще раз говорю, никто в мире из врагов России и Белоруссии не рассматривает Белоруссию отдельно от России. Рассматривает как это единое. То есть, кто больше всего признает принцип единого государства Белоруссии и России, это Запад. Они, для них это абсолютный факт. Несмотря на то, что этот процесс только продвигается, он еще не закончен. Они его уже решили и закончили. И поэтому приговор, который они вынесли России, они вынесли Белоруссии. И Белоруссия понятно, что единственная защита, которая может быть у Белоруссии от того, чтобы не превратиться в новый Майдан, это Россия. И единое действие в области обороны вместе с Россией. Но это и правильно, это естественно. Но в отличие от Польши, которая кричит дайте нам мы силы, если мы будем против Запада, Россия никогда не говорит дайте нам армию, дайте нам силы, содержите нас, потому что мы хотим воевать против Польши или против Литвы. Нет. Этого Белоруссия не проводит, не агрессивную политику, не агрессивную риторику. Говорит, мы с Россией вместе защитим себя. Но Россия даже не предъявляет никаких претензий территориальных к Литве. Хотя Виленская область с точки зрения исторической, она больше относится к Белоруссии и традиционно была в Белоруссии, чем в Литве. А Белосток Советский Союз отдал Польшу, но это белорусские земли. Пермешин это белорусские земли, но Советский Союз отдал их он. Так что, но Белоруссия не предъявляет никаких территориальных претензий. Хотелось бы поговорить о такой организации, как ООН. Вот в частности Байден, он как-то сделал заявление о том, что состав Совбеза нужно расширить и предложил туда включить те государства, которые являются, ну скажем, союзниками США. А как вы считаете, какое будущее ждет вот эту организацию, которая уже практически стала карманной организацией Америки? Во-первых, ООН это не карманная организация США. ООН имеет смысл только пока существует Совет Безопасности с правом Вет. И если этого это будет этого не будет, то есть этот принцип будет разрушен, тогда Организация Объединенных Наций превратится в жалкую карикатуру Лиги Наций, которая канала в веке и оказалась абсолютно бесполезной. Все остальные функции ООН, они производны от имена Совета Безопасности, потому что только он обладает обязывающими эти оперативные функции. Все остальное это говорили, не имеющие никакого обязательного Союза. Изменить Совет Безопасности, да, Россия за то, чтобы увеличить количество членов Совета Безопасности, постоянных я имею ввиду, да, чтобы дать представительство Совета Безопасности Индии, как мировая держава, чтобы дать место Африке, это прежде всего Южно-Африканский Союз, чтобы дать место Латинской Америке, она не представлена, и это первую очередь Бразилия, самое большое, самое сильное государство Латинской Америки, и дать этим членам право в этом, как и другим постоянным членам Совета Безопасности. Россия заявила, и Китай заявила, никогда в Совете Безопасности в качестве постоянных членов не будет ни Германия, ни Япония. Пока он может предполагать что угодно. он может включить в Совет Безопасности и Микронезию, если он хочет. Думать об этом ему не мешает. И ввести туда самостоятельную Украину в качестве постоянного члена. Но это мечты абсолютно беспочвенные и никакой реальности в этом нет. Совет Безопасности, если он будет расширен, то только за счет трех стран. Бразилия, Южная Африка и Индия, которые получат права в это. И никогда не будет ни Япония, ни Германия в Совете Безопасности. Организация Объединенных Наций встала именно как победа над Германией и Японией. Чтобы никогда эти страны не угрожали миру. И давать этим странам, особенно в свете их международной политики в последние 50-70 лет, они не доросли для того, чтобы быть постоянным членом Совета Безопасности и членом лета. Время от времени, как та или другая страна, да, это может быть. Таиланд тоже может быть членом Совета Безопасности время от времени, но не постоянным и без правов. В заключение нашей беседы хотелось бы обсудить еще такой интересный момент, как потенциальная дружба между Россией, Беларусью и КНДР. В частности, Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Сочи сделал заявление о том, что Россия, Северная Корея, Беларусью можно было бы дружить на троих. Как вы считаете, какие перспективы для союзного государства открывает потенциальная дружба между тремя странами? Это не союз, союз, а Россия не стремится к союзу. Она стремится к более тесным отношениям, более союз между Беларусью и Россией. Это союз, это союзное государство. Корея в это не входит, и никто об этом даже не планирует, даже сами корейцы. И не только потому, что Корея разенена. Но отношение к Северной Корее намного большее сотрудничество. В первую очередь в экономическую область. И это достаточно широкая область. Начиная от военной промышленности и до лукоемкой, которая в Беларуси тоже развита. И белорусская промышленность и военная. Она имеет большие шансы на рынке севера. Также и северокорейская продукция. А другое развитие оно экономическое. И тут Белоруссия может внести свой вклад в развитие экономики Северной Кореи и получить от Северной Кореи дополнительные какие-то выгоды из-за торговых отношений. В Северной Корее есть одна очень замечательная часть, которая есть. У нее избыток высококвалифицированной рабочей силы. И северокорейские компании государственные они готовы посылать своих рабочих для выполнения тех или иных работ, которые за деньги, за плату необходимо проводить и на территории России, и на территории Белоруссии. Это вполне выгодно и всем странам, и в Белоруссии тоже. Белоруссия тоже по мере развития она нуждается все больше и больше рабочей силы. И северокорейские рабочие могут совершенно спокойно влиться в экономическую структуру Белоруссии. Как и в Белоруссии осмотрят, так и самой для своей страны. Об этом мы говорим. Другая речь, другая проблема идет Белосеверной Кореи, то на усиление попытки американцев усилить давление на Дальнем Востоке против Китая и одновременно против России, Россия и Китай нашли совершенно другой выход. Сегодня там американцы стоят к своему ужасу, не понимая этого. Сегодня одни Соединенные Штаты стоят против Китая ядерной державы, России ядерной державы и Кореи ядерной державы. Против них стоят на Дальнем Востоке три ядерных страны с ядерным и термоядерным оружием. Они, американцы, этому ничего не могут подставить, потому что ни французское ядерное оружие, ни британское не играет никакой роли не только в Европе, на Дальнем Востоке абсолютно. И кооперация с Северной Кореи, она нейтрализует Японию. Она нейтрализует американские войска в Южной Корее, которые угрожают и Китаю, и России. И поэтому это усиливает позицию Китая, поддерживаемую Россию в отношении Тайваня. И поэтому для американцев попытка защитить военным путем Тайвань и воспрепятствовать Китаю, вернуть Тайвань. Китайское государство может закончиться не только уничтожением американского флота, но и полным уничтожением Японии и объединением Кореи, которое проведет Северная Корея. Другого шанса у них нет. потому что Северная Корея с одобрения Южной населения Южной Кореи в случае военных действий, если Япония или американские базы в Японии будут задействовать, не упустит случай стереть Японию с лица земли. И она это сделает. Это она может. Стереть Соединенные Штаты нет. Несколько ядерных зарядов в дополнение к китайским против американского флота не помешают. Американские военные базы на территории Южной Кореи будут уничтожены. Американские военные базы на территории Южной Кореи будут уничтожены. А Япония будет уничтожена. Рассчитаться с японцами за все, что они делали с корейцами это голубая мечта каждого корейца живет ли он живет ли он в Сеуле и живет ли он в Северной Корее и Пароль. Яков Осивович, спасибо вам большое за эту беседу, а также за ваши интересные и развернутые ответы на вопросы. Спасибо и успехов вам. Спасибо за субтитры Алексею Дуброва